Сонные, немного растерянные и непосредственные. Это то, что отличает первоклашек от учеников постарше. Что их ждет, когда они переступят порог учебных классов, малыши пока только догадываются. Мучаются, и пишут, и читают. Я жду хорошего счастья и урока. На торжественной линейке малыши прощаются со своими игрушками из детского сада. Теперь для них главный атрибут – школьный рюкзак. На Донеччине такие ежегодно по традиции в День знаний дарит первоклассникам благотворительный фонд Бориса Колесникова совместно с хоккейным клубом «Донбасс». Довольно. Я буду на физкультуру с ним ходить. Вы знаете, в наше, скажем так, тяжелое время это вдвойне приятно, потому что не только нас, как взрослых, а самое главное, наших деток не забывают. Их помнят, их видят. Это просто замечательно. Фирменные рюкзаки с символикой хоккейного клуба «Донбасс» 1 сентября получили более 2000 первоклашек северной части региона – Дружковки, Константиновки, Константиновского и Покровского районов, а также воспитанники детских домов и интернатов Краматорска, Николаевки, Светогорска и Славянска. В ярких портфелях оказались необходимые школьные принадлежности и сладкие подарки. С первого класса получаем подарки. Две ручки, альбомы, куча тетрадок. Мы делаем это не первый год и будем продолжать эту практику в будущем. Наша главная цель и мечта – чтобы дети наши выросли здоровыми, успешными и счастливыми в украинском Донбассе. Большим сюрпризом для первоклассников была встреча с именитыми гостями. С Днем Знаний первоклашек поздравили звезды большого хоккея. Дети знают, что такое хоккей, то есть из самого маленького возраста, если еще кто-то занимается, это всегда классно. Поэтому мы только за, пускай все приходят, всех будем рады видеть. Сейчас детско-юношеская спортивная школа хоккейного клуба «Донбасс» самая большая в Украине. В ней занимается более тысячи детей. Родители, конечно же, рады, что дети проводят время не у компьютеров на улице, а действительно приобщаются к общению, к спорту, когда болеют на арене, поддерживают команду, кричат. Это эмоции, это адреналин. Это действительно положительно влияет на детей, на учебу, потому что поездки по Украине берут не только тех, кто хорошо болеет, но и смотрим также на успеваемость, это их подстегивает к тому, чтобы хорошо учиться. Следующая встреча профессиональных хоккеистов с первоклассниками теперь состоится зимой. От благотворительного фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба «Донбасс» дети получат подарки ко Дню Святого Николая.